Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами разберем, что такое здравоотная складка и что такое хоробовая, и чем они отличаются, особенности на умове злицения. Поэтому, если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. Каждый иностранец, который трудоустроен в Польше легально, должен быть застрахован. Это обязанность каждого работодателя застраховать иностранца без разницы, работаете вы на умове операции, либо же на умове злицения. А уже с 1 января 2021 года, все те, кто работает на умове отдела, тоже должны быть застрахованы в ЗУЗ. Что же означает платить складку здравоотным? Дает вам право ходить в поликлиники, в больницы и обслуживаться там бесплатно на NFZ. Также при такой складке, если вы платите, вы также имеете право бесплатно родить на территории Польши. Если же ваш муж, например, работает, а вы как супруга подкреплены под его страховку, то есть работодатель внес ваши данные и застраховал вас, либо же ребенка, то вы также имеете право бесплатно пользоваться услугами в поликлинике и в больнице. При этом даже если вы не работаете, но застрахованы в ЗУЗе, потому что работает ваш супруг, вы имеете право родить бесплатно. Что касается складки хоробовой. На умове операции обязательная оплата идет и здравоотно, и хоробово. Хоробовая дает вам право получить 80% от вашей зарплаты официальной за те дни, которые вы болеете. То есть так званые L4. Если вы заболели, либо же, например, ваш ребенок заболел, а вы работаете на умове операции, вы можете оформить себе свольнение лекарские, которое делается сейчас онлайн, и вам не нужно предупреждать уже своего работодателя, потому что если вы идете к своему врачу, он вписывает все данные, а также по ПСЛ уже видно, где вы трудоустроены. И эти данные идут к вашему отделу кадров, либо же в бухгалтерию, к вашему работодателю. И на следующий день он видит, что вы взяли себе больничный L4. При этом за все дни, которые вы будете сидеть дома, вам будет выплачиваться 80%. Как же рассчитать 80%? Берется годовая ваша общая сумма зарплат, делится на 365 дней, и умножается на количество дней, сколько вы будете назвыванию лекарским, и умножается еще на 80%. Это и получится ваша сумма к выплате за те дни, которые вы болели, либо же ваш ребенок, например, болел. Также помните, если вы трудоустроены на умове операции, вы имеете право 2 дополнительных дня по уходу за ребенком, которые оплачиваются в 100%. Что же касается умов излицения, то тут немножко все сложнее. Складка здравоуотная, она обязательно, и она платится, да, то есть вы можете пойти к врачу, вы можете родить бесплатно, как я вам и сказала, но если вы заболеете, то, к сожалению, вам работодатель не обязан платить за те дни, которые вы будете болеть и не будете выходить на работу. Но на умове излицения есть такое понятие добровольная складка хоробова. То есть вы добровольно, вы самостоятельно решаете, хотите ли вы самостоятельно платить за такую складку хоробову или же нет. Нет, если же при трудоустройстве вы обозначаете у работодателя своего, что вы не хотите, то в будущем, когда вы заболеете, это период болезни, вам не будет оплачиваться. Если же при трудоустройстве вы обозначаете, что вы хотите иметь добровольную складку хоробову, то есть платить за нее самостоятельно, то ваша зарплата уменьшается где-то до одного злотого, грубо говоря, на умове излицения, подчасововка, то есть на это уменьшается на один злотый приблизительно. И каждый месяц вы платите эту складку, без разницы, болеете вы или нет. Но еще один нюанс. Этим, грубо говоря, пособием, да, то есть по больничной, по болезни, вы можете воспользоваться только после 90 дней, когда вы проплатите добровольную складку хоробову. Как я вам сказала, складка хоробовая, добровольная хоробовая, отчисляется в 2,45% от вашей ставки брута. То есть, если так, грубо говоря, посчитать, то это, как я вам сказала, около одного злотого нетта. Если вы получаете ставку 15 злотых нетта, то один злотый нетта вы будете платить на складку хоробову каждый месяц. Если вы трудоустроены с января месяца, за каждый час, который вы проработаете, вы платите добровольную складку хоробову. И, например, если вы заболели в феврале, то, к сожалению, 80% от вашей заработной платы еще вам не будет оплачиваться по болезни. Только после 90 дней. То есть, вы должны проработать ровно 90 дней для того, чтобы вам оплачивали по болезни. Например, если вы все-таки заболеете, допустим, в мае, то как раз этот период уже 90 дней пройдет 100%, и только в мае вы сможете получать оплачиваемый больничный. Если вы работаете официально на территории Польши, то вы можете прикрепить к своей страховке всех членов семьи, которые проживают с вами. Также бабушка, которая находится на территории Польши, и, например, она работает, а родители, например, не работают, либо же не платят налог, либо же не застрахованы. Бабушка имеет право, если она опекуется над внучкой, застраховать ее и прикрепить к своей страховке. Что вам нужно для того, чтобы застраховать членов семьи? Вы просто приходите к работодателю, приносите ему сглушение членка родины, такой дручок. Я вам его оставлю также в инфобоксе, вы можете его скачать, заполнить. Некоторые работодатели требуют, чтобы была еще копия паспорта, а также свидетельство о рождении ребенка, либо же свидетельство о браке, если вы супругу прикрепляете, переведенные на польский язык присяжного переводчика. Эти копии документов вы отдаете работодателю, и работодатель уже сообщает в ЗУС всех членов семьи, которые вы хотите застраховать. Помните, что если вы, например, увольняетесь от работодателя, то в системе вы еще 30 дней, а также все члены семьи, которые были застрахованы вместе с вами, они находятся в системе после увольнения 30 дней. Для того, чтобы быть дальше застрахован в ЗУСе, нужно найти себе официально нового работодателя, застраховаться, заново прикрепить всех своих членов семьи и пользоваться услугами бесплатно в пешеходнях и в шпиталах, то есть в поликлиниках и в больницах. Также, если ваша супруга, как я вам говорила ранее в начале фильмика, если она не работает, но прикреплена к вашей страховке, она имеет право бесплатно родить на территории Польши, и вы за это роды не будете ничего платить. Надеюсь, что теперь вы знаете, чем отличается здравоотно от хоробова на умове аппарата, а также на умове злицения. Если у вас еще остались вопросы, то обязательно напишите мне в комментариях. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Не забудьте подписаться на все мои соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!